Всем привет! Хочу показать очень интересный нож, который встречается довольно редко. И я думаю это из-за его очень специфической направленности. Нож создавался сугубо для самообороны и строго под определенный стиль работы. Я думаю, смотря на этот нож, сразу становится понятно, что это не какой-то очередной пырельник. По меньшей мере это очень интересный девайс, к которому стоит присмотреться. Нож этот называется Spyderco Piccal. Piccal это слово на одном из филиппинских диалектов, которое на русский переводится как распарывать, разрывать, разрезать. То есть все в таком вот агрессивном стиле. Нож создавался фирмой Spyderco совместно с организацией SheeWorks. SheeWorks это организация, которая работает в сфере самообороны. У них есть свои четкие наработки. Они выпускают свои DVD, свои лично разработанные ножи для самообороны. И учат как ими пользоваться. И в принципе я считаю, что это большая удача, что вот этот вот складной нож они решили сделать совместно с фирмой Spyderco. И поэтому этот нож относительно доступный и популярный. То есть его можно довольно свободно купить. Теперь я сразу хочу рассказать, почему вот эта вот такая странная форма у ножа. Все это потому, что стиль SheeWorks подразумевает работу только обратным хватом и только режущей кромкой к себе. Он такой вот редкий хват, который увидишь далеко не часто. Но они работают именно так. И стиль их не включает в себя какие-то связки, а он построен на каких-то неожиданных резких ударах. То есть они этим ножом бьют, вот так вот вперед острием. Или они освобождаются от захватов, вот такими вот мощными разрывающими движениями. То есть можете себе представить, что это делает, скажем, с руками человека. То есть даже страшно подумать. Ну вот. А теперь давайте поговорим о ноже поподробнее. Длина ножа в открытом состоянии 18 см и 8 мм. Длина клинка в 7 см и 7 мм. И вес этого ножа 100 грамм. То есть в принципе это такой средний, абсолютно нормальный по весу и по габаритам для каждодневного ношения нож. Рукоять здесь сделана из материала G10. Нож делается в Соединенных Штатах, поэтому качество здесь на очень высоком уровне. И G10, опять же, меня очень радует. Очень цепкий, очень качественный G10. Клипса здесь проволочная, но на этом ноже она немножко короче, чем на других моделях с такой клипсой. И поэтому она, несмотря на то, что она из проволоки, она довольно туговато. Нужно немножко привыкнуть к ней. Клипса переставляется на две стороны. Но только для ношения острием вверх. И в принципе на это есть очень четкая причина, так как на этот нож поставлена вот эта вот палочка, которую вы видите. На самом деле это Эмерсоновский вейв запатентованный, который Спайдерка взяли для этого ножа. И поэтому расчет идет на то, что нож будет в кармане острием вверх. И при доставании из кармана за вейв он будет открываться, и человек будет брать его в руку. То есть при ношении как бы тип дауна вся эта система сводится на нет и никому не нужна. Поэтому раз уж кто-то носит такой нож, скорее всего это будет для самообороны и другой стиль ношения ему и не понадобится. В рукояти стальные лайнеры, которые изнутри очень серьезно выпилены. Хочу это показать. Видите, такие большие, хорошие круги с обоих сторон. Максимально добивались уменьшения веса на этом ноже. Но опять же, лайнеры довольно толстенькие и, я думаю, потери в прочности здесь практически нет. Замок. Это один из немногих ножей спайдерка, который имеет болт-беринг лог. Хотя болт-беринг это замок, который запатентован спайдеркой. И я лично ожидал бы его видеть на большем количестве моделей, но почему-то это не происходит. Один, который мы знаем, это Манникс. И второй вот у меня Пикал с этим замком. Замок, на мой взгляд, очень удачный. Некоторых смущает вот эти вот пластиковые края по бокам вокруг шарика. Ну, меня это абсолютно не смущает. Мне даже нравится, очень удобно цеплять. А в месте закрытия я знаю, что там шарик, то есть там ничего не лопнет, не сломается. В закрытом состоянии вы видите нож довольно широкий такой. То есть, на кармане, я думаю, он все-таки будет чувствоваться. И вот этот вот зуб, вот этот вот Wave очень далеко так выпирает. Но кому эта вещь может помешать, спайдерка в описании ножа написали, что она каким-то образом снимается. Я еще не пытался снять. Может, она выкручивается, может, просто выдергивается. Так сразу как бы и не понять, как снять этот Wave. Естественно, как и на всех спайдерках, на ныже присутствует отверстие на клинке. Поэтому даже если мы снимем Wave, то можно очень легко открывать нож за отверстие. Механика здесь работает прекрасно. Как я уже сказал, нож американский. Все просто, ну, не знаю, из коробки просто летает. Просто класс. И еще хочу сказать свою такую мою догадку насчет вот этого вот чойла. То есть вот этот, в принципе, понятен. Для обратного хвата мизинец ложится сюда просто идеально. Вот здесь вот на лайнерах есть насечки такие, практически как у Manning's. И эта часть рукояти упирается вот сюда вот в ладонь. То есть при хвате очень-очень уверенный и хороший хват. Но вот этот чойл абсолютно не несет никакой нагрузки. При таком хвате. Теперь в сложном состоянии, да, немножко отверстие находится примерно в районе вот этого чойла. Но тоже далеко не посередине. Даже если бы его не было, или он бы был меньше, то отверстие это бы закрывало минимально. Но увидев на сайте Spider-ка, что написано, я не знаю, как они до этого додумались, но Spider-ка считает, что некоторым людям этот нож будет полезен в качестве EDC-ножа. Видимо, подразумевались какие-то рабочие, кто занимается открытием каких-то картонов, каких-то упаковок целыми днями. И может быть вполне удобная именно вот такая вот форма ножа. И поэтому при удержании сюда можно положить как и средний палец, так и указательный. И на первый взгляд это может показаться странным, но когда берёшь этот нож в руку, то именно такой хват кажется вполне реальным и довольно удобным. Хотя это совершенно неожиданность. Нужно именно взять и попробовать. Клиночек здесь вот такой вот тоже довольно странной формы. Мне эта форма напоминает зуб какого-то хищника. Такой вот, завёрнутый к себе. Спуски здесь от обуха. Толщина в самом начале вот здесь вот 3,2 мм. И постепенно сужается. На кончике клинок очень тонкий. Очень такой злой, я бы сказал. То есть я сразу уже себе представляю, что будет, если вот этот кончик где-то цепляет плоть или там пробивает что-то. Это просто ужас. Сталь здесь CPM-S30V. Прекрасная порошковая сталь. Ну, лучшего в принципе я и не желаю. И хочу показать вот это вот красивое клеймо фирмы Sheeworks, которое работало вместе с пайдеркой. Со пайдеркой над ножом. Такая вот змея. Очень красиво, эффектно это всё выглядит. Цена ножа, мне он обошёлся вместе с пересылкой в 150 долларов. Это в принципе не дёшево. И скорее всего, конечно же, этот нож в первую очередь рассчитан на людей, кто работает по системе Sheeworks. Ну, меня вообще интересуют ножи, которые направлены и в них вложена какая-то мысль в плане самообороны. И, ну, то есть я именно хочу коллекционировать такие ножи. Они для меня имеют какой-то больший интерес, чем все остальные. Мне нравится именно взять в руку и подержать, прикинуть, о чём думали люди, как они рассчитывали на работу этим ножом и всё остальное. Ну, в принципе, я считаю, что если нож очень понравился, прямо запал в душу, то за такие деньги его вполне можно купить. Вот такой вот интересный нож от Спайдерка, который выпускается уже несколько лет подряд, и с производства его не снимают, хотя скоро могут и снять. В принципе, нож довольно специфический. Не знаю, каким спросом он пользуется на самом деле, но мне лично он очень нравится. У него прекрасная харизма и вот эти вот все перехваты, то есть, как бы даже интересно искать какие-то новые хваты этим ножом, думать, прикидывать. Мне этот нож очень нравится. Хотел вас с ним тоже познакомить. Всё. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.